Друзья, я решил начать третью серию со знакомства с студентами. Студенты должны знакомить приемную комиссию, в одном случае экзаменационную комиссию, которая уже будет угощаться фруктами из сада, выращенного студентами пятого последнего курса. Но у них шансов на это мало, если только полностью не избавиться от наследия прошлого. Все это было наносно и настолько, что страшно, как оно, например, вот это вот трехмиллионных экземпляров разошлось, понимаете? А у людей руки чешутся. И вот получается, что вот такие фотографии тоже должны быть среди экзаменационных студентов. Что он должен сказать? Деревья растут непрерывно, имеется в виду весна, лето, осень. Вот у них вся эта картина, искусственная форма, искажается сразу. А бесконечное резание деревьев в искусственной форме приводит к их ослаблениям и болезням, и смерти преждевременной. Вот так должен отвечать студент. Вот такой же пример. Страшная вещь, когда этому учили миллионы дачников. Страшная вещь. Ну, если тут попалась фотография, правда, не как нельзя, а как можно и нужно. Это фотография одной из страниц моей книги. В данном случае, ну, раз уж студенту вот так попалось, то он должен говорить. Вот здесь на рисунке номер 6 основательного садоводства Железа Валерия Константиновича показал принцип, который вот так образом он назвал закон соподчинения почек. Например, вот здесь-то рисунки. Третья почка привоя, вот видите, показываю с помощью стрелки. Должна следовать за второй почкой по двое. Вот. Кому надо, тот поймет. А нет, значит, неплохо бы каждому студенту еще и книги Железова подержать в руках. Это тоже моя книга. Это тоже одна из страниц. А вот это самое, помните, на второй серии я показывал. 21 век, 21 год. И опять эту дурь, когда в одном месте, просто садят в яму, чтобы сгнила корневая шейка. А в другом случае, так еще умудрились забетонировать для красоты, это страшно. Но это случилось. Это посмотрели 300 тысяч человек. Ужас какой-то. То, что человек бетонировал престольный круг. Это страшно. А главное, чтобы все-таки студент правильно ответил, почему он здесь стоит крест-накрест. Да потому, что здесь ранней весной, большая часть страны, у нас и так больше полстраны имеет вечную мерзлоту. А там, где нету, мы имеем временную вечную мерзлоту. Это значит, что Семап все-таки в России дело жутейское. Промерзает почва где-то на 5 сантиметров, где-то на 50 сантиметров. А потом приходит весна, почва замерзшая, сверху тает снег. И остается вот в этих вот самых углублениях в виде лужи. Настоящая лужа. Ночью она замерзает. Лед разрушает основание штамбы. Днем она тает. Гниет. Ночью замерзает. Разрушает кору. Днем она опять оттаивает. Опять гниет. Вот. И как можно было вот это. А это не просто рисунок я пересекнул. Сам-то рисунок, хоть это моя книга, не я делал. Этот рисунок-то из-за 5 миллионно тиражируемого источника. Понимаете? И ведь это все было на глазах всей страны. И десятки миллионов людей, сотни миллионов саженцев садили в яму, не ведая, что творят. Вот так должен отвечать студент. Вот. А вот это вот, ну раз уж так получилось, что я вообще-то собирался и пропустить не могу. Это посадка по железу неглубокая. Тогда лежит те самые косточки, сами вылазят из земли, выпускает корень. Он саженец поднимает, как краном, разворачивает. Вот. И тогда получается корневая шейка на уровне почвы, а значит никогда не сгниет. Вот эти саженцы есть вечные. А заглубленные саженцы, у них основание штамба гниет, потому что оно там, под землей. Вот. Это закон Архимеда. Он требовал, чтобы ему дали рычаг, он бы повернул, взялся за земную ось и развернул бы землю. А здесь приняты вот такие высокие штамбы, которые уничтожают деревья с помощью ветра. Вот. А вот безобидные ранки, которые на самом деле пропускают внутрь мороз. Вот. И много еще чего. Все эти глупости мы уже пропустим. Представляете, заняться нечем на всю страну. А вот этот человек должен ответить студент на экзамене. Что должен делать? Вот. Вот садит малину. Ну, у него не хватило опыта, хотя он учит других. Нельзя малину, какие бы ни были хорошие корни, садить целиком без обрезки. Надо оставлять-то там пенечек-то небольшой, по щиколотку длиною. Вот тогда разовьется следующий побег. Уже назовем его побег следующего года. А это бессмысленно. Но, тем не менее, взялся учить других. Это опять вора Сибири. Это чей-то сайт. А на сайте абрикос манджурский. Видите, честно, он манджурский абрикос. И линейка моя железа. Вот она фирменная. Где увидите, сразу говорите, что ли меня? И не связывайте с этими самыми сайтами, где моя линейка. Это значит, опять обманут. Сейчас, секунду, телефон звонит. Дмитрий, доснимаю фильм, тебе перезвоню через 20 минут. Не к спеху? Так, позвонил сам Леонид Дмитриевич Черлобаев. Ой, какой уникальный садовод. Таких в науке нету. Но, к сожалению, никто к нему не обращается, чтобы он поучил, научил. Потому что он художник. А что здесь художник? Кроме картин. А у него лучший любительский сад, основанный на моих этих самых черенках и подвоях. Вот так вот. Ну, это так, слово. О, вот позвонил телефонный звонок, и мне пристался случай похвастаться. Так, продолжаем. И вот они под эти марки продавали. Видите, город Красноярск. Молдавские саженцы, значит, обреченные на смерть. А фотографии не постесняли, взяли мою. Почему мы? Вот действительно, почему вы? Компания Флора Сибирь не только питомники. Если питомники, тогда где ваша фотография? Почему моя? Еще раз, фирменная линейка Железова, так и должен студент отвечать. Это и есть история сибирского садоводства. Линейка, которая вывела на чистую воду сотни плодопитомников. Представляете? А вот это еще интереснее. Эта фотография тоже Железова. Она есть, я показывал ее в моем архиве. Вот умудрились, да? Хорошо разобрались, хорошо изучили мой сайт. И вроде бы честно, вроде бы честно, но саженцы там молдавские, сколько горя принесут. Продадут тысячу, заработают полмиллиона. Продадут десять тысяч, заработают пять миллионов. Из кармана. Обычно это дачники платят. А потом ничего в саду нет. Ведь Манжуре считается незамерзаемой. Должен сказать, студент экзотционной комиссии. Вот. А здесь яркий пример. Раз фотография присвоена, значит саженцы покупные на юге. Вот. Купить саженцы в Красноярске. Видите, сколько этого обмана, боже мой. Вот еще, пожалуйста. Фотогалерея плодовых культур. Видите? Вот эта фотография, так, моя фирменная. Если бы вы знали, сколько их присвоено. Она же очень выглядит аппетитно. Так, надо мне что-то пропускать. Это тоже железо. Другое дело, что уже присвоен. Видите? Потомок, абрикос, академик. Давайте так. Вот это вот, должен студент отвечать так. Да, когда-то было, что... Так же доброе время, когда не было, у нас еще на свете, кто-то взял и... Вот эту самую... Сейчас приближу. Жалко, темновато получается. Пробу свет добавить. Кто-то взял и нарисовал. Вот эти рисунки нарисовал. Вот как бы сделать вот так вот. Вот так и вот так. И вот он нарисовал, вот это нет. Вот эти рисунки. И написал, что вот это вот нельзя оставлять такой сучок. Из двух обрезок на кольцо, правильное вот это. А железо утверждается. Все должно быть точно наоборот. И я студент проверил. Резал, 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 по-разному резал. Я надеюсь, хочу стать новым железом. Вот я убедился, что это страшная ошибка. Пункт 2. Что это страшная ошибка. Пункт 3. А правильно все-таки вот это. По железову. Хотя кто-то когда-то сказал, что нельзя оставлять сучок. И после этого миллионы экземпляров разошлось это. И по умам. Что нельзя оставлять сучок. Вот. И железо в 21 веке исправил это. К сожалению. Боюсь, что он опоздал. Можно ли ждать. Представляете, друзья. Важнейший момент. Обрезка на кольцо смертельно. Уверяет железу, говорит студент. И когда мы все это пересмотрим, переделаем на это еще. Но уже десятилетия. Сильно далеко зашла эта болезнь. Вот. Ну давайте еще посмотрим. Давайте еще посмотрим. Вот это страшная вещь. Я специально, будучи, допустим, экзаменатором, подсунул бы студенту именно вот эту вот фотографию. Вот эту вот, видите. Потому что здесь черным по белому написано. При обрезке плодовых деревьев зимой необходимо соблюдать такую очередность. Сказали, даже в голову не приходит, что зимой вообще резать нельзя делать рано. Это то же самое, что у себя. Это студент так должен говорить. У себя в собственном доме побить все стекла. Выломать дверь, все стекла побить, еще и крышу снести. Потому что, видимо, у людей это крышу-то и снесло. Читаем. При обрезке плодовых деревьев зимой необходимо соблюдать такую очередность. Сначала обрезают плодоносящие деревья старшего возраста. Ой, бедные, бедные. Плодовые почки пробуждаются раньше листовых. Через 10-15 дней проводят обрезку молодых неплодоносящих деревьев посреди зимы. Кроме того, первое обрезать яблоню. Она меньше повреждается в случае возврата холодов. А не пришел в голову, что ее нельзя вообще резать. Сливы, вишни, черешню, грушу можно обрезать только вплоть до цветения. То есть всю зиму. При обрезке удаляют крупные срезы больше сантиметра. Зачищают, замазывают. И вот получается, вот этому журналу, представительное хозяйство, 2015 год, совсем недавно, ему нужно было, он еще был популярен, там сотни тысяч экземпляров, плюс еще во всех библиотеках. Вы представляете, он был популярен, сколько вреда нанес. Убить людям голову, что зимой можно резать. Зачем? Он зарабатывал журнал на рекламе. А рекламодатель, это тот, кто вот этот вот живицу разместил объявление о продаже живицы. Получается, искалить дерево, а потом с помощью живицы, так много про нее хорошо написано, антибактериальное, противовоспалительное, ранозаживляющее. А вы не делайте раны. Такое в голову не пришло. И вот только ради того, что наносится это, подробности, купите, 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 для этого вам убедили калечить деревья посреди зимы. Вот, причем все, и яблони, и груши, и черешки, все, все, все. Вот эта подлость необыкновенная. Я не простил этому журналу, и он меня не простил. А вы нас грязью поливаете, Валерий Константинович. Да вас закрыть надо было, все, весь тираж сжечь, вот только из-за этого надо было. Грязью поливаю. Боже мой. Вот. Нелишним будут агротехнические приемы. Это ваш журнал. Кандидат наук пишет. Рано весной можно очистить все растения от старой коры. Подлость несусветная. Это что одежду человека содрать на морозе. А в ее уголках, как в пещерках, мирно спят куколки-плодожорки. Ты оставьте его, плодожорку, в покое. Вы понимаете, когда перекапывают почву, я сто раз говорил, плодожорка перекопали два на два. Или там диаметром два метра. Три метра, четыре метра. У нее ли крылья, вы же что хотите, что это, всю эту планету уничтожить. Но не перекопайте вы всю планету. А подложорка прилетит с соседнего дерева, с соседнего участка. Как вы это понять не можете, что вот этот Сизифов труд бабочкой превратятся. Вот именно, что бабочкой превратятся. Уничтожить 0,0,0,0,0,0,0,0,1 процента. Всю кору содрать, дерево обнажить, чтобы оно потом болело, дохло. А потом давай, все, перекопать почву. Да, вот так должен примерно отвечать студент. Вот так примерно. Вот это тоже студенту должен быть предоставлен вот такой вот, как бы как история садоводства, что вот эти глупости преследуют нас до сих пор. Что он должен ответить? Он должен выделить вот это вот. Следует обратить внимание, что саженцы с грунта, реализуемой осенью, должны продаваться с удаленным листовым аппаратом. Допускается оставлять 3-4 листовщика в точке роста, но не больше. Дело в том, что листва выкопанного саженца подождают испарять влагу. А обрубленные корни не способны поставлять в осеннюю воду в необходимом количестве. Тогда не трожьте их, оставьте в покое в это время. Вы понимаете, что как только вы взяли, это должен студент говорить, что нельзя эти листики отрывать по одной причине. Каждый лист кормит почку. Почку, когда его оторвали, больше расти не будет, вызревать не будет. Сразу, еще дерево еще растет, уже начали вымывая листовой аппарат. удалять, все. Уже получаем, что? Калеку. Калеку сам, своими руками калеку. А вот так вот взять, чтобы не трогать листья, но отрезать верхнюю половину целиком, чтобы нижняя половина выкармливалась. Вот это в голову не приходит, а студент должен это знать. И зарабатывать эти самые. Дальше его подсовывают, допустим, студенту подсовывают вот эту самую фотографию, говорят, комментируйте. Он должен выделить вот эту важную вещь. Существует рекомендация сеять косточки не глубже одного сантиметра. Вот. И догадайтесь одного раза, кто апологет этого всего движения, не закапать глубже. Вот. Это железо. Чтобы корневая шейка не казалась под землей. Хотя не исключено, что растение само формирует корневую шейку. Нет. Ошибка эта. Ошибка. Этот человек очень аккуратно написал. Он молодец. Что уже написал, что хотя бы существует рекомендация. Сквозь зубы даже мою фамилию не произнесли. Ну хорошо. Ну ты же плохой специалист, если ты не знаешь, что есть генетическая корневая шейка. Она создавалась все всегда семена. Это студент должен говорить. Все семена всегда, подчеркиваю, миллионы лет падали на землю, их никто не закапывал. Корни шли вниз, росток вверх, и корневая шейка, она формировалась миллионы лет. Миллионы. И теперь она имеет свою генетику. Она генетически заложенная программа. Вот что. Они формируют сама себя. Вот там, где формируют сама себя, потом изгнивают через несколько лет. Вот так должен студент отвечать. Опять живица. Вот студент опять говорит, господи, он только сейчас ответил на пятерку, что зимой нельзя, что это ошибка, что зимой нельзя резать, чтобы потом еще и заплатить заживицу, чтобы искалечив дерево, лечить его. А ему снова подсовывают. Второй был у этого. А что здесь написано? Срезы на кольцо. Вот так вот. Значит, что должен сказать студент? Я категорически возражаю против этой формулировки. Нельзя делать это, срезая на кольцо. Потом, здесь наверняка есть еще какая-то хитрая хитрость. Осень, время для подготовки к зиме. Вот. Значит, осень. И получается, когда присадил хозяйство в октябре, а это осень, этот экземпляр подлый, подчеркивает, студент, подлый экземпляр появился, его никто не сжег. Вот. Это говорит о том, что, а еще и осень заставляют наивных дачников резать деревья, чтобы купили у них живицу. Как дурят российского садовода. Вот это статья Качалкина. Это последний, единственный, кто, кроме меня, борется с этими, с фальшивыми, колновидными деревьями. на самом деле, на самом деле, колновидными бывают только яблони, и то с оговорками. А вот та самая эта страшная книга, страшная книга, где черешня в этом ярусе 5-8 метвей, а надо лишние ветки удалять. Какая это страшная ошибка. Это черешня-то, которая и так по жизни голенастая. Одна из первых публикаций Железа Валярия Константиновича. Ну, не из первых, но старая. Здесь предлагается не бороться с этими ранами, не делать их, не делать мульчирование, чтобы не гнать корневой шейки. Это история садоводства. Вот. А здесь для студентов рано-не рано, но каждый студент уже должен бодро пробарабанить. А это марлевые мешочки, так называют их можно назвать железо, их называют презервативчики, чтобы не было случайного пыления. Известный, очень, как бы его назвать-то, очень уважаемый, очень авторитетный, очень выдающийся садовод голубя, вот его позирует, он фотографию присылал железо, железо разместил в своей статье. Вот. Видите? Комедия течения, инфекционное заболевание, конов, которое ослабляет растение. вот тут уж студенту деваться некуда, тут он должен сказать, умру, но скажу правду. Страшнейшая ошибка. Мы студенты и то узнали благодаря железу, потому что опять миллион экземпляров, три миллиона, и везде инфекционное, не инфекционное заболевание, а не какое-то не заболевание, это лечение, это, вот как раз это и есть та самая камедь, та самая живица, которая здесь дерево залечивала. Ну, вот это страшная вещь, когда с ней борются и заставляют ее уничтожать, буквально вырезая. Вот так должен отвечать студент. Вот. Снова страшная вещь. Я пропускаю. Одно время пустили, надеюсь, уже закрыли навсегда, телеканал Бобер, вот эту группу самозванцев, людей, которые ничего садоваться не понимают, по жизни ни дня не учились, сами не выращивали, а потом пользуясь вот этими же старинными наработками, которые в наше время выглядят глупыми, опасными, смертельными, учат всю страну, как не надо выращивать деревья. Так, ну что, посмотрели, полюбовались кольцевание, снятие коры до древесины узким кольцом вокруг ветки. И вот это вот считается вот это вот считается наукой. Вы думали, и у нас фактически уничтожены вишневые сады только благодаря вот таким вот кербовкам, кольцеванием, этим самым, еще не все, там много еще упоминается, удушение, ой, страшные вещи придумали, чтобы и уничтожили все-таки вишневые сады. Ну вот так, друзья, наверное, может, хватит, есть масса литературы, которая должна подготовиться, а потом уже совершенно неожиданно, совершенно неожиданно он должен будет, если ко мне обратятся как госзаказ, чтобы я предоставил несколько десятков тысяч специальных фотографий. Видите? Видите, почему это долго не не калечится штамп? Он сам себя защищает, видите? Он сам себя защищает, он сам себя защищает от изящей влаги. Ну, почему об этом не знает наука? И вот тогда огромное количество фотографий, специальных фотографий будет предоставлено государственной комиссии мною Железовым. Вот. Выбраны из десятка тысяч несколько тысяч. Видите? Какая страшная вещь. Верить этим нашим предкам совершенно безграмотно. сколько здесь секретов? Боже мой! Сколько открытий чудных ждет? Каждая фотография это учеба. Учеба, учеба, учеба. отличать отличать вот эту вот пальшу. Колновидный абрикос его нет на планете ни одного, а вы покупаете. И никто даже студентов не научит. Я уверен, что ни один студент сегодня не знает об этом, что на земле нет ни одного колновидного абрикоса, ни одной колновидной груши. Вот уверен, что ни один студент, выпускник не знает этого. Ну что, будем просятся. Потом каждая фотография будет разобрана, каждая почка, каждая почка, каждая почка. все секреты. И тогда у вас будет, это будет не единственный сад лучший в России, вот, а это будет один из миллионов садов. Я на это надеюсь. Впереди учеба, друзья, учеба, 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 учеба. Учеба. И вот и листать, пока не остановится сама запись. Сколько вам надо знать, чтобы у вас было такое? Карта, фотография, учебная. И Субтитры создавал DimaTorzok